Постоянство выбора президента. Я всегда был уверен в удивительной мудрости россиян. Поэтому не сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года. Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас, будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом! С Новым веком! Дорогие мои! Дорогие друзья, сегодня в новогоднюю ночь я, как и вы, с родными и друзьями собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через три месяца состоятся выборы президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России, будут решительно пресекаться. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности – эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством. Вооруженные силы, федеральная пограничная служба, органы правопорядка осуществляют свою работу в обычном, прежнем режиме. Государство стояло и будет стоять на страже безопасности каждого нашего человека. Принимая свое решение о передаче власти, президент действовал в полном соответствии с Конституцией страны. По-настоящему оценить, как много сделал этот человек для России, можно только через какое-то время. Хотя уже сегодня ясно, то, что Россия пошла по пути демократии и реформ, не свернула с этого пути, смогла заявить себя как сильное независимое государство – в этом его огромная заслуга. Я хочу пожелать первому президенту России, Борису Николаевичу Ельцину, здоровья и счастья. Новый год – это самый светлый, самый добрый, самый любимый праздник на Руси. В Новый год, как известно, сбываются мечты. А в такой необыкновенный Новый год, уж тем более, все доброе и все хорошее, задуманное вами, обязательно сбудется. Дорогие друзья, до наступления 2000 года остались считанные секунды. Давайте улыбнемся нашим родным и близким. Пожелаем друг другу тепла, счастья, любви. И поднимем бокалы за новый век России, за любовь и мир в каждом нашем доме. В последний раз познакомился с Москвой, президент Борис Ельцин подајся до дымисии. Его обязанности принял премьер Владимир Путин. В последний раз познакомился к вам как президент России. Так Ельцин начался свое пожегнание с Кремлем. «Зробиłem все, что могла», – говорил президент. «Тераз приходит новая генерация, которая меня застоми». «Та новая генерация» – это конечно премьер Путин. Разом с кремлевским кабинетом одзедзичил по Ельцине atomовую вализочку. В замен подаровал быему президенту и его родине гваранцией полного безопасности. «Зданим комментариев, сейчас ничего не прешкоди Путину в выборчем преимуществе». «Вегу российской конституции выборы президентские должны быть в ciąгу ближших трех месяц». «Путин есть сейчас у штыту популярности. Многие народы попирают его политики». «Всиско вскazuje на то, что поперать его будет также Захуд. Приводцы США, Немец и Великой Британии подкрещдают заслуги отходящего Ельцина, но додают, что готовы współpracовать с Путином». «Оцекуя с нечерпливостью wspólных działań с выполнением об обязанности президента, Владимиром Путином». «Обиле менее оптимизму» презентует аналитик российского Радия «Волна Европа» Виталий Путников. Его здаем дымисия Ельцина jest logiczным końcem pełзающего замаху страну и означает конец российской demokрации.